Дорогой Владимирович, Илья Адольфовна, Максим, ребята, уважаемые коллеги. Скулачев это эпоха. Эпоха общественной университета и, наверное, и мировой науки. Говорю об этом потому, что, наверное, 50 лет примерно мы рядом, и я очень внимательно смотрел на все этапы вот этих достижений Владимировича. На ЛПВ я увидел на ректорате, когда Петровский был ректор, а Владимир Владимирович прославился своей работой по фотосинтезу, связанным с поглощением солнечной энергии растениями. И эта работа была такой сильной, выдающейся, она была потом отмечена. Я тогда посмотрел на очень молодого, ну, повестника почти, вот, молодого чуть-чуть. И, конечно, поразился этот научный результат. Шла, жизнь шли годы, наступили трудные времена в нашей стране. В Московском университете стал трястись, испыгивать трудности. Это 1991-1922 год. Практически речь о судьбе университета. И вот тогда проявился талант Владимир Владимировича, талант заботиться о будущем университета. Так вышло, что мы, я был первым проректором Владимир Владимирович, тогда и в институт возглавлял, мы постоянно обменились мнением, что надо делать. Искать фонды, привлекать что-то, надо университет спасать. Я никогда не забуду, когда мы, кстати, университет, живем в Климе, ну, здесь университетских корпусах, выходили гулять пешком до Киевского зала и обратно. Вот, мы обсуждали дела университета. 92-й год были выборы, и мы с Владимир Владимировичем были кандидатами на пост ректор. Четыре, и Владимир Владимирович, я считаю, что мы украшали. Ну, как всегда, в соревнованиях кто-то там определяется, но у меня есть фотография, я вам ее подарю. С того события. Это, конечно, говорит о том, что он очень заботился о будущем университета. Это ведь очень важно, надо было бы рискнуть. Такому, например, состоявшему ученому. В этот переломный момент страшно непонятно, что будет. Рискнуть брать судьбу университета в свои руки помогает. Создались выборы, но мы остались друзьями, даже еще ближе сошлись, потому что у нас была общая цель поддержать университета. Владимир Владимирович беспокойный человек. Я помню, когда он пришел и говорит, что у него огромный потенциал, давайте организуем лекторию. Он меня попросил, чтобы я москваил как-то для организации. И мы этот лекторий запустили. Владимир Владимирович запустил. Он существует до сих пор. Это такое явление вообще в жизни, по популяризации нашей науки. Он выдающийся сделал Владимир Владимирович. На первые, наверное, 10-15 лет я ходил, а потом так закрутилось судьба, что уже не могу, но всегда слышу очень хороший отзыв и подписываю с удовольствием и благодатности лектору. Владимир Владимирович подумал, а повторите эти международные. И приходит и говорит, я хочу организовать европейскую ассоциацию ученых для поддержки проектов научных. Поддержите. И дальше вот в Ротонде на 28 этаже очень часто заседала эта ассоциация. Включались премии международные ассоциации ученых молодых. Это тоже было явлением. Надо было об этом заботиться, думать, переживать. Владимир Владимирович, а разве можно описать и не мне, наверное, на тематику? Хотя немножко я соприкоснулся с вашими работами, как математик, вашей работы в последнее время. Конечно, надо быть очень увлеченным, очень преданным идеей, чтобы на прижиме многих лет работать над этой труднейшей тематикой, труднейшим вопросом, борьбы со старением, продолжением жизни. Причем не он с Кулачева, это уже классика во всех учебниках, не он с Кулачева. И вот он, впрочем, настойчиво ищет пути, как это в итоге сделать, чтобы это было принято и признано и действовало. Успехи колоссальные. Во-первых, уже есть лекарства, есть исследования, в том числе очень мощные митохондрии, доставки антиоксидантов, много математики. И моя группа работает в этом направлении, математическое. И, Владимир Ильич, у меня вот сейчас, казалось бы, день рождения в лекциях, а он мне рассказывает о работе, которая направлена в ведущий американский журнал. И очень радует, что она принята. Это прекрасно, что в день рождения есть известие, что работа по этому направлению принята в печати. Ну, и мы сегодня ваши слушатели, Владимир Ильич, я не могу сказать ни слова о вас как о человеке. Понимаете, это есть вариант, это есть богатство человеческого сообщества, когда человек абсолютно порядочный, добрый, внимательный и преданным каким-то идеям. Таких людей надо искать, поддерживать, и на них держится и наш Московский университет. Это так, Владимир Ильич, вы являетесь уже символом такого человека, который так много сделал, так предан Московскому университету, и так ему служит. Я со всей души вас поздравляю с этим днем рождения. И, конечно, через пять лет мы проведем и в этом, и в новом корпусе, который построит вашу лекцию. И я хочу сказать, что мы дружим с семьями. Владимир Ильич – удивительный человек. Ну и, не трогай, теперь я хочу вам несколько сувениров. Первое – это приказ. Благодарность ректора. Вот такая золотая грамота. Знаете, как в этом фильме «Горячий снег», когда генерал после боя раздает награды и говорит все, что лично могу. Вот то, что я лично могу, самое высокое. Здесь три должностных оклада. Владимир Ильич, вот та фотография знаменитого Совета Тургового коллектива Московского университета, «Садовнички». Вот. Пусть на память. Будет на меня, на дорогах, потому что мы рядом сидим. Включай свои вещи. Да, я нарежу. Ну, Владимир Ильич, вот такая золотая подсчетная группа. Спасибо. Мы с Владимир Ильич. Подарков много, но события хорошие. Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, как сказал Виктор Вартаминович, сегодня никто не...